ПЕСКИ НЕГЕВА Служат настоящие варвары. Главная задача — сломать всё, что попадает к ним в руки. Только после того, как техника и боеприпасы проходят эти тяжелейшие испытания, на них ставится штамп ОТК Израильской армии. Испытательная база на военном сленге называется НАСА, но ничего общего с космосом полигон не имеет. В переводе с иврита эта аббревиатура означает «Лаборатория природных условий». Правда, где испытатели могли встретить столь плохие погодные условия, представить себе сложно. Песчаные бури с температурой до 60 градусов сменяются здесь заморозками, солевыми ваннами. Давление прыгает от нескольких атмосфер до практически полного вакуума. А что происходит с оружием и боеприпасами на многочисленных вибростентах, ронялках и давилках, вообще трудно описать словами. Мало кто из производителей может похвастаться тем, что сдал этот невероятный экзамен с первого раза. Производители хорошо знакомы с методами работы нашей лаборатории. Они очень серьезно готовятся к этому экзамену, проводят собственные испытания, меняют все, что кажется ненадежным. Ведь и главная задача – продать армии свой продукт, а без нашей подписи это невозможно. Но мы хорошо знаем свое дело. Большинство новинок по несколько раз возвращаются на доработку. Наша задача проста – выжить из того, что получает армия, максимум возможного. Приемщики армейского ВТК дают гарантию на 20 лет. Но так как затягивать на этот срок испытания просто невозможно, военным инженерам приходится ускорять время. Так выглядит пульт управления армейской машины времени. Любой патрон, снаряд, ракета, граната, пистолет, пулемет, автомат или даже пушка, попадающие в руки израильских оружейников за 2-3 месяца, проживают здесь не менее 20 лет. Если после этого серьезного испытания техника продолжает работать, а боеприпасы взрываться, то только тогда они поступают на вооружение израильской армии. 20 минут поездки на таком вибростенде соответствует 240 километрам в кузове грузовика, движущегося по пересеченной местности. Но это самое простое испытание. Фантазия, имитирующих природу и жизнь инженеров, не знает границ. Для каждого предмета, который поступает к нам на испытания, мы разрабатываем отдельный маршрут. Фактически нам приходится придумывать оружие, еще не прожитую им жизнь. Понятно, что мы немного преувеличиваем. В Израиле редко бывают температуры ниже нуля. Но мы всегда рассчитываем с большим запасом, от минус 20 до плюс 63. А если нужно, то и увеличиваем этот зазор. Например, когда товар начали продавать за границу, как раз температурный спектр пришлось сильно расширить. Штампу ТК израильской армии ценится в мире очень высоко. Но это всего-навсего побочный эффект. Для специалистов Батьямской НАСА главное, чтобы солдаты армии обороны еврейского государства получали не только самое лучшее, но и самое надежное в мире оружие. Сергей Гранкин, Александр Шабатаев, RTVI, Израиль.